Эта функция взорвала мне мозг. Не представляю, как без этого теперь обходиться. Это всё в прошлом. Эта функция мне уже часов сто сэкономила. Привет! Скорость и удобство работы — это то, что каждый битмейкер, продюсер или, прости господи, звукорежиссёр ценит всё сильнее с каждым годом этой самой работы. И именно поэтому мы, элита, выбираем FL Studio. За её быстродействие, за её удобство и за её непревзойдённое звучание. Из каждой новой версии FL прогрессирует во всех этих трёх параметрах. И если ты всё ещё на FL 28.4 или ещё более ранних версиях, то это видео убедит тебя перейти на богоподобную 21-ю FL-ку. И если так и случится, то с тебя лайк. И первое, что я покажу, было её двадцатки, но эта функция взорвала мне мозг, хоть и была под носом. Если нажимая на колесо мышки нажать ещё и правую кнопку мыши, то откроется меню выбора инструмента. Это работает как в пиано-ролле, так и в плейлисте. Тут есть ещё и другие настройки, но выбор инструмента для меня критически важен. Это то, что меня бесило невероятно сильно, потому что тянуться каждый раз в левый верхний угол экрана неудобно. А самые частые мои инструменты это лезвие, слип и карандаш. Если слип и слайс находятся на горячих клавишах S и C, то карандаш находится на горячей клавиши P, что в целом логично, ведь это пенс. Вы можете сказать, что рядом с S и C есть клавиша B, которая вызывает браш, то есть кисть. Но чё-то, честно говоря, мне так и не понравилось ей пользоваться. Мне больше нравится карандаш, но до кнопки P тянуться очень неудобно, а хот-кейс средняя и правая кнопка мышки на 100% лечат эту мою боль. Было бы идеально, если бы сюда добавили ещё и переключатель для стретча, но что ж поделать, приходится пользоваться горячей клавишей Shift-M. Заходит как-то в бар, облетонщик, FF-щик и эксцентричный ценитель лоджика. А бармен нам сходу и говорит. Хватит сравнивать давки, пиши биты уже на конец. А как нашу работу ускорит FL21? В первую очередь обновлённым браузером. ImageLine точно устроили тотальный браузерайзинг. Раньше структуру папок приходилось рулить с помощью проводника Windows, то есть самим создавать папки, как-то их называть, и закидывать сюда разные драм-киты. Но теперь это в прошлом, и они добавили сразу несколько решений, и моё любимое это вкладки. Самое простое, что мы можем сделать, это взять папку со всеми своими драм-китами, правая кнопка мышки, на неё Open and New Tab. Тогда она откроется в новой вкладке, и нам не придётся искать её среди кучи других стандартных папок. Более прокаченный вариант это создать вкладку, например, для какого-нибудь жанра. Берём какой-нибудь дрилловый драм-кит, правая кнопка мышки Open and New Tab, правая кнопка мышки Renaming Color. Можем назвать эту вкладку Drill, дать ей какую-нибудь иконку, например, вот эту, Drill лечит мою душу, так что это подойдёт. И задать ей какой-нибудь вот такой, например, цвет. И теперь все наши дрилловые драм-киты можно Add Folder to Tab, Drill. А если добавили не то, то правая кнопка мышки Remove Folder from Tab. А если я создаю слишком много вкладок, то ориентироваться по ним можно будет с помощью иконок и вот этого цвета. А название вкладки отобразится на вот этом маленьком экранчике, когда я наведу на неё мышь. А если вкладок станет реально слишком много, но они когда-нибудь потом могут вам понадобиться, то их не обязательно удалять. Можно правой кнопкой мышки жать и нажимать Hide. А когда она снова вам понадобится, правая кнопка мышки Show Hidden и вот она, Drill, и мы её вернули. Все эти ваши давки, Digital Audio Workstation, фуфло. Музыку нужно чувствовать телом. И каждую пьесу, которую я написал, я хочу ощутить по-настоящему. Так что перед тем, как играть её на людях, я беру каждый лист с нотами, сворачиваю его в трубочку и сую себя в ж... Кроме иконки и названия, у вкладок ещё уникальны все настройки. Мы можем, например, задать свой собственный размер шрифта. Компактный, массивный, huge, big, medium, small, любой. Можно сделать так, чтобы открытой была только одна папка одновременно. Ещё мы можем запомнить размер вкладки. Например, вот так я её растянул. Переходим на другую вкладку, он вернулся к маленькому размеру. Заворачаемся на Drill и он снова растянулся. Нужно ли это? Ну, наверное, кому-то нужно. Ну и для папки на любой вкладке мы можем правая кнопка мышки и change color или change icon. Например, задать вот этому DRAMKITU лупу. И для всех папок внутри этой папки иконкой автоматом тоже станет лупа. Осталось только дать какой-нибудь папке иконку пупы. Ну и, конечно, каждый сэмпл можно просто отметить звёздочкой, тогда он автоматом попадёт в список started. Это стоит сделать с теми сэмплами, которые используются почти в каждом проекте. Ну или с какими-то супер базовыми сэмплами, из которых можно при необходимости что-то слепить, когда надо очень быстро. Из прикольного тут можно заменить список сортировки. Это можно сделать и для других вкладок. Если выбрать по дате, то он сортирует сэмплы по дате изменения самого файла, а не по дате добавления в этот список, что, по-моему, не имеет вообще никакого смысла. И, как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio, который отлично подойдёт даже новичкам. То есть, даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нём подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закреплённом комментарии, так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Кроме этого, сэмплам можно присваивать теги, выбрать их из предложенного списка или создать собственный тег, например, FX. И кроме тега FX можем добавить ещё сколько угодно тегов, например, Trap. Потом нажать на теги, выбрать свой тег и за секунду найти сэмпл. Если и это сложно, то можно просто воспользоваться поиском. Я обвожу название сэмпла, как его помню, и он действительно что-то находит, в отличие от прошлых версий. Потому что до этого мне приходилось правой кнопкой мышки Open открывать через проводник Windows и пользоваться поиском, встроенным в Windows. И уже отсюда найденные сэмплы перетаскивать в проект. Очень удобно. К счастью, это уже в прошлом. Ну и, конечно, прокаченное предпрослушивание. Зажатым шифтом нажимаем LKM и слушаем сэмпл с любого места. Ну и микросовет. С этими новыми возможностями FL Studio 21 предлагаю тебе пробежаться по своим старым проектам, найти там какие-то прикольные или часто повторяющиеся сэмплы, открыть их, найти их в браузере с помощью вот этой кнопочки и отметить их звёздочкой или дать им какие-нибудь теги и таким образом собрать свой собственный крутой драмкит и ускорить работу над следующими битами. А если пофантазировать, то я хотел бы, чтобы в FL добавили вкладки с проектами, как в Reaper'е, или чтобы можно было из одной открытой FL перетаскивать всё что угодно в другую открытую FL. А ты бы какую функцию хотел увидеть в новой версии FL? Напиши в комментариях. А для тех, кто сводит голос или развлекается коллабами, добавили возможность создавать под каждый проект отдельную папку. И вот эту функцию Copy User Sample to Project Folder я рекомендую включить. И тут же можно выбрать, при каких сценариях FL будет спрашивать, создать ли папку под проект. Я выбрал Don't Ask, потому что папку под проект можно создать в любой момент отсюда, просто нажав вот на эту кнопочку, либо через меню File Save to New Project Folder. Рядом в настройках файлов можно выбрать автосейв теперь каждую минуту и перед рискованными операциями. Какая операция рискованная, по мнению Magiline, это другой вопрос. Но мне кажется, каждую минуту это даже излишне, я оставил каждые 5 минут. И если проект внезапно упал, то после этого открываем FL, нажимаем File и нажимаем Revert to Last Backup. И таким образом откроется последний автосейв, который FL сделал. Если по какой-то причине даже это не помогло, то в настройках файлов есть вот этот путь. Тут лежат системные файлы FL Studio. Переходим в эту папку, далее FL Studio, далее Projects, далее Backups и открываем интересующий нас бэкап. FL сама подписывает время и кроме этого можно самостоятельно сгруппировать все по дате изменения. Это тоже появилось раньше 21 FL, но вдруг вы не знали. Ну и конечно же темы. Как же меня бесили вот эти кастомные темы для FL прошлых версий. Они в основном были невероятно уродливыми и даже близко не приближались к красоте стандартной FL. Но теперь встроенный редактор тем позволит добавить капельку кустома, но не позволит окончательно изуродовать FL. Я взял за основу Dark Orange, немножечко ее осветлил и сделал нотки зелеными, потому что мне так больше нравится. Но лично тебе никто не запрещает поставить Light Cherry, на все каналы повесить SketchCasset 2 и кринжевать. Так, секундочку, ты посмотрел до этого места, значит этот видос тебя чем-то зацепил, значит самое время подписаться на канал. Кнопка подписаться прямо под этим видео, нажми ее прямо сейчас, а мы продолжаем. Это-то конечно хорошо, но для музла что нового добавили? В целом все примерно так же, просто стало гораздо удобнее. В основном это касается сэмпла в плейлисте, например режим Stretch Pro. Это появилось в 20.9.2 еще, и теперь эта функция позволяет нам крутить отдельно Pitch и отдельно форманту для сэмпл. Это просто имба для голосовых сэмплов, об этом я рассказывал подробно в прошлом видосе, ссылка на него будет в конце видео. Кроме этого появилась визуализированная индивидуальная регулировка громкости для всех сэмплов. Регулировка Fade Out, регулировка Fade In, раньше приходилось как-то make you niche, автоматизировать, что-то там думать, крутить. Теперь это все в прошлом, и я не представляю как без этого теперь обходиться. Ну и конечно CrossFade при наложении, чтобы включить его правая кнопка мышки на Fade, в автомате CrossFade нажимаем, переходим в настройки, нас автоматически перебрасывает, включаем автоматически CrossFade, закрываем и наслаждаемся, 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 как это прекрасно. Можем еще вот это за CrossFade, а еще мы можем выделить группу сэмплов, и для них для всех увеличить или уменьшить громкость, или покрутить для них для всех Fade Out, для них для всех покрутить Fade In, и он применяется ко всем выделенным сэмплам. И фишка с выделением работает не только в этом, еще можно на плейлисте, например, выбрать любое количество треков, замьютить их, засолировать их, или выбрать любое действие, предложенное здесь, например, ресетнуть, или автоматически назвать треки по названию паттерна. Эта функция мне уже часов 100 сэкономила, потому что до этого приходилось правой кнопкой мышки, автонейм, правой кнопкой мышки, автонейм, а тут можно выделить все и просто автонейм для всего. И это офигенно удобно, чтобы сделать быстрый трек-аут. Ну и напоследок, крутая, но не вошедшая в мой workflow функция правой кнопкой мышки, assign to new instrumental. После этого за ним закрепляется канал на микшери, трек на плейлисте, в некоторых случаях, и если мы что-то переименуем или поменяем ему цвет, дадим ему какую-нибудь иконку, и она автоматически переименуется в channel rack и на микшери. Примерно то же самое делает добавление инструмента через вот этот плюсик. Он автоматом создает новый паттерн, привязывает его к микшеру и везде расставляет это название, которое везде автоматом поменяется после того, как вы измените его в channel rack, но я просто этим не пользуюсь. Кроме этого есть другие новые классные функции типа вот этой merge clips, мы можем вот так вот собрать этот клип автоматизации из нескольких в один, и при этом по отдельности они тоже будут у нас сохранены. Но я в первую очередь показал то, чем постоянно пользуюсь сам. А ты в комментах напиши, чем из нововведения FL Studio пользуешься, или ради чего ты готов перейти на FL21, или какую функцию ты хотел бы видеть в будущем в новых версиях FL. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу FL Studio от А до Я, который отлично подойдет новичкам, подробности у меня, ссылка на меня в описании. Обязательно поставь лайк видосу, если он тебе понравился или был полезен, подпишись на канал, если этого еще не сделал, и на этом у меня уже точно все, с вами был Стас Гарфпрод. Пока, буду ждать вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok